В эфире информационная программа СТВ, студия Никита Галочкин. Здравствуйте. Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в Самаре, в здании регионального правительства. Подробности в нашем материале. Клянусь, при осуществлении полномочия губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав Самарской области и законы Самарской области. Дмитрий Азаров принял присягу и официально вступил в должность губернатора Самарской области. На инаугурации присутствовали полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернаторы Оренбургской и Саратовской областей, депутаты, общественники, руководители министерств и ведомств, крупных предприятий региона, главы городов и муниципальных районов области. Все они отметили значительный вклад Дмитрия Азарова в развитие нашего региона. Нам, как молодежной организации, на самом деле было очень легко голосовать за губернатора Дмитрия Игоревича, потому что мы непосредственно с ним в течение 5-6 лет стали практически молодежной столицей регионов, которые прошли практически все самые крупные мероприятия, и студенческая весна, и добра конференция, и патриотический форум волонтеров победы. И мы с уверенностью в завтрашнем дне голосовали, знали и знаем, что обязательно мы будем еще развиваться, у нас будет еще больше и крупнее мероприятий, я думаю, что не только всероссийского, международного, но еще и больше другого формата, который будем вместе, совместно с Дмитрием Игоревичем проводить. Для многих победа Дмитрия Азарова на выборах и вступление в должность губернатора ознаменовала новый этап в общественной жизни региона. Люди уверены, с таким лидером многое по плечу. Мы, промышленники, думали о следующем пятилетнем марафоне, когда надо будет реализовать очень много-много проектов, и технологическая независимость, и финансовый суверенитет, и очень много национальных проектов, направленных на социальное улучшение условий жизни нашей области. И что отрадно, несмотря на многообразие и сложности этих задач, у всех есть уверенность, что в команде губернатора, в команде нашего Дмитрия Игоревича, мы эти проблемы все одолеем. Многие отмечают, что в своей работе Дмитрий Азаров старается никого не обделить вниманием. Сфера искусства – не исключение. Так особого внимания заслуживает строительство нового здания театра-студии «Грань» в Новокуйбышевске. Его открытие намечено на вторую половину 2024 года. Впервые в истории новой России строится театр в малом городе по индивидуальному проекту, и на это решился именно наш губернатор. И это тоже возможность и умение Дмитрия Игоревича договориться с меценатами, спонсорами, людей разных направлений, объединить их вокруг одной очень большой идеи. Выборы губернатора Самарской области проходили три дня с 8 по 10 сентября. Дмитрий Азаров победил, набрав более 83% голосов избирателей. Никита Галочкин, Олег Галочкин, Сергей Ставцев, СТВ. В Самарской области официально стартовал отопительный сезон. Стоит напомнить, что в областном центре уже начали подключать объекты социальной сферы, например, школы и детсады. Коммунальщики напоминают, подключение тепла – это не одномоментный процесс. Он занимает около двух недель. Только в одной Самаре более 10 тысяч жилых домов. Стоит отметить, что в этом году энергетики не стали дожидаться традиционного температурного минимума ниже 8 градусов в течение пяти дней. В центре Самары на год перекрыли движение. Начиная с 5 утра 25 сентября этого года и до 30 сентября следующего будет ограничено движение транспорта на участке улицы Самарской в районе улицы Ярмарочной. Это связано со строительством метрополитена. В это время автобусы маршрутов номер 2, 23, 41, 46, 47 и 50 проследуют по скорректированной схеме через улицу Галактионовскую. Автомобилистов призывают быть внимательными и заранее выбирать пути объезда. С 1 января в Самарской области повысит стоимость техосмотра. Проект соответствующего постановления уже опубликован на сайте областного правительства. Повышение планируется на 10-15% от предельного тарифа. Сегодня техосмотр легковушки вместимостью до 8 мест стоит максимум 913 рублей. С нового года эта сумма может быть увеличена до 1022 рублей. Для авто, в которых более 8 мест, но допустимая масса не более 5 тонн, предельный тариф повысится до 1749 рублей. Жители дома номер 117А по улице Ленинской взывают о помощи. Из удобств в здании только газ и холодная вода. Канализация неисправна, коммунальщики не принимают мер. И все это прямо по соседству с объектом культурного наследия. Подробности в рубрике «Дежурный по городу». Вот, вода только холодная, ветром газу, ванны нет, душа нет. Душ летний муж делал, царство небесное. А туалет вот, мою вручную и вытаскиваю все из него вручную. И выливаю, куда глаза глядят. В это сложно поверить, но это действительно так. В 21 веке прямо в историческом центре города, по соседству с объектом культурного наследия, люди живут как в отдаленном глухом селе. Из удобств только холодная вода и газ. Для того, чтобы просто принять душ, нужно нагреть воду в ведрах. Для пенсионеров это тяжелая задача. Но самое худшее для них – это отсутствие канализации в доме. Она неисправна и давно нуждается в ремонте. Забит унитаз, канализация. Четыре месяца уже и не добьемся нигде. Ничего не добьемся. Канализации полны. Приезжали, колодцы полные. Откачивать надо. Однако проводить ремонт почему-то никто не торопится, сетуют жильцы. Люди неоднократно обращались в ответственные инстанции и даже получали письма с ответами. Но на этом все и закончилось. Жители уже не знают, как верить обещаниям. Письмо из Ленинской администрации. Оно у меня есть. Вон оно лежит. Там написано. Уважаемая Евгения Васильевна. Обязуемся починить трубу, заменить, сделать аэроскоп, заменить вот эту трубу. Все у вас будет хорошо. До 30 августа. Что говорят? В августе сделаем. Август прошел, в сентябрь прошел. В октябре сказали, сделают. Старожилы рассказывают, что раньше в этом доме проживало много людей. Теперь большая часть вынуждена покинули его. Ведь жить в таких условиях, мягко говоря, затруднительно. Однако некоторые не имеют возможности переехать. Эти люди задаются вопросом, как жить дальше, и просят ответственные организации о помощи. Ирина Игнатьева, Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ. В Самарской области провели тактико-специальные учения. Они прошли в Самаре, Красноярском и Волжском районах. К участию привлекали силы и средства региональных органов власти. Это ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардия, Федеральная служба охраны, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор. В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования на террористические угрозы, связанные с деятельностью иностранных диверсионно-террористических групп. А именно условная нейтрализация преступников, совершивших преступления террористической направленности на территории Международного аэропорта Курумач. Участники учения продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность при реагировании на угрозы террористического характера и планирование мероприятий по их пресечению. Все поставленные задачи успешно решены. ДТП с участием ребенка в Сызрани, авария с пострадавшими в Ставропольском районе и задержание мошенника в Пестравском районе. Подробнее об этом в обзоре происшествий. ДТП с пострадавшим ребенком произошло в Сызрани. По информации полицейских, все случилось на улице Урицкого около дома номер 90. Легковушка на пешеходном переходе сбила восьмилетнего мальчика. Водитель скрылся с места аварии. После его нашли и задержали. Суд назначил ему наказание в виде 12 суток административного ареста и штрафа в размере полутора тысяч рублей. А ребенку назначили амбулаторное лечение. Еще одна авария произошла в Ставропольском районе. 70-летний водитель Лада Калины двигался по автодороге Димитровград-Узюково-Тольятти со стороны Васильевки в направлении поселка Рассвет. В пути он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАС под управлением водителя 1974 года рождения. С места ДТП госпитализировали водителя и пассажирку легковушки. В момент ДТП в автобусе пассажиры отсутствовали. В Самарской области задержали курьера, который забрал у пенсионерки 300 тысяч рублей. Все случилось в Пестравском районе. 77-летний пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Мужчина убедил селянку, что избежать уголовного наказания можно, передав курьеру деньги. Женщина, испугавшись, согласилась. Следуя инструкциям, она передала ему все имеющиеся сбережения – 300 тысяч рублей. Полицейские задержали злоумышленника. Он признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело. Крылья Советов обыграли Сочи. Команды встречались в Самаре в девятом туре российской премьер-лиги. Счет в матче Крылья открыли уже на четвертой минуте встречи. С передачи Юрия Горшкова отличился Никита Салтыков – 1-0. На 41-й минуте самарцы провели контратаку и Амар Рахманович, получивший мяч от Сергея Бабкина, переиграл в штрафной защитника иголкипера Сочи и отправил мяч в сетку – 2-0. На шестой компенсированной минуте за фол Богдана Овсянникова на Георгии Мелкадзе был назначен пенальти, который реализовал Кристиан Набоа – 1-2. В следующем матче Крылья Совета в Самаре примут московский «Спартак». Игра 10-го тура состоится в воскресенье, 1-го октября в 17.30. На самом деле, да, тяжеловато. Первый тайм еще как-то, может, более-менее бежалось, ну, там, вперед, вот так, агрессия какая-то была, но вот во втором тайме уже подсели, так, мало получили удовольствия от игры, наверное. Ну, третья игра, да, правильно сказал, но не очень легко дается. То, что быстрый гол забили, немножко давай прокомментируем, какая-то была установка такая, пойти быстро вперед и как-то как можно скорее забить? Ну, у нас как-то получается, мы из ЦСКА забили так вот, как-то получается забивать такие голы, как будто вот вначале мы прям, у нас так прям агрессия, нацеленность на ворота, не знаю, наверное, надо, чтобы на протяжении всего матча так было, но все равно силы, силы на весь матч, и бывает недостаточно, чтобы играть так часто вперед. А сегодня в Сочи после смены тренера как-то команду удивила или примерно понимали, к чему готовиться? Ну, понимали, разбираем, в каждой команде готовимся индивидуально, понимаем, сильные стороны, вот. Ну, не знаю, мне кажется, ничем не удивило. И о погоде. На текущей рабочей неделе погоду будет определять Азурский антициклон, который перемещается с территории Центральной Европы. Во вторник воздушные потоки сменят свое направление на Северное, и к нам станет поступать более прохладный воздух. Ожидается преимущественно сухая солнечная погода с большим суточным ходом температуры воздуха. Такой прогноз делают специалисты Приволжского УГМС. Так, в ночь на вторник 26 сентября в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 7, плюс 12 градусов. Днем сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 19, плюс 24 градуса. На сегодня это все. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Смотрите наши новости в Телеграм-канале, на ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok